Добрый вечер, уважаемые зрители. С вами гроссмейстер Владимир Вилов. И сегодня мы посмотрим вторую партию полуфинала Гран-при в Берлине. Вчера был такой довольно кровопролитный день. Были сложные партии. Хикар Макамура в сложной борьбе обыграл Рихарда Раппорта и Ливона Ронян обыграл Домингеса, партию, которую я вам вчера показывал. Сегодня мне казалось, что их соперники будут играть долго, пытаться отыгрываться, может где-то даже перегнуть палку. Партии, казалось бы, будут интересными, однако ожидания не совсем оправдались. Сегодня две ничьи, причем ничьи довольно быстрые. Линьеру Домингесу вообще не получилось завязать борьбу. А Рихард Раппорт, партию, которую мы сейчас посмотрим, тоже по большому счету больших проблем американскому гроссмейстеру поставить не удалось. Итак, давайте посмотрим. Белыми играл венгерский гроссмейстер Раппорт, черными американский Накамура. Конь Ф3, Д5, Ж3. Выбор дебюта, конечно, сразу понятен. Венгерский гроссмейстер хочет сойти с магистральных продолжений, чтобы, да, может быть, получить там не лучшую позицию, но боевую. Ж3, конь Ф6, слон Ж2, Е6. Карл играет очень надежно. Это путь такой, считается весьма солидный. То есть черный просто развивает слона на Е7, классический фигур, даже не выводит своего белопольного слона, хотя вместо этого есть ход, например, слон Ж4. Нет, не связывается с этими Накамура, с этими вариантами слон Е7. Д3. Ход Д4 вел к каталонскому началу, то есть белый потом ходит С4, весьма изученному. Но, как я уже говорил, концепция Раппорта была не идти по магистральным путям. И он делает ход Д3. Брокировка последовала, конь Д2. И здесь Накамура делает ход конь С6. Кстати, далеко не основной ход конь С6. Ну, более стандартным здесь являются ход С5, чтобы коня поставить позади пешки, как вот говорили классики. Сначала пешку надо провести вперед, потом уже коня в таких позициях. Ну вот Накамура ставит коня на С6, и выбор его оказывается очень успешным. Черные хотят поставить пешку на Е5, сразу побороться за центр. Очень похожую идею играл Магнус Карлсон против Яна Непомнящего на последнем матче. Партия, где Карлсон выиграл. Ну, там была немножко другая позиция, но вот идея была схожая. Тоже конь С6. Итак, здесь последовало Д4, да, довольно неожиданный ход. Пешка вроде только что сделала ход на Д3, да, и белый теряет темп. Однако в позициях с пешками на Д4, Д5 считается, что конь на С6 расположен не совсем удачно. И белые даже вот несмотря на потери темпа идут в эти позиции. То есть что будет здесь важнее, неудачные позиции коня на С6 или темп, это вопрос очень сложный. Конь Е4, Накамура действует агрессивно и, кстати, очень логично. Ставит коня сразу же в центр. Может, потому что здесь делает ход раппорт С3. Я сразу скажу, что, оказывается, у Рихарда уже была такая позиция. Он играл. И надо отметить шикарную подготовку Хикар Накамура, который, очевидно, видел эту партию и усилит ее. Мы это еще увидим. Так вот, вместо хода С3, мне кажется, более агрессивным С4 ход. Вот так, например, Артемьев играл против Ферруджи в первенстве мира по Блицу в Санкт-Петербурге в 2018 году. И получил хорошую позицию. Несмотря на то, что Блиц, партия мне понравилась. На Ф5 он поставил Е3. Потом Ферзь С2. С2, А3 как-то сначала Б3. Ну, развитие такое нормальное. Слон на Б2 хоть выходит. Мы сейчас увидим, с этим будут у белых некоторые проблемы с выходом этого слона. И конь на С6 действительно стоит здесь не совсем удачно. Черных, правда, свои козыри. Итак, вернемся к ходу С3. С3, конечно, ход скромный. То есть, с одной стороны, Рихард хотел получить какую-то свежую позицию. С другой стороны, вот он как-то здесь немножко зажимается, на мой взгляд. Ф5, конь Е1. Е5. Черные играют по всем законам. То есть, по классическим. Сохватывают центральные поля пешками. Конь ДФ3. Слон Ф6. Ну, и здесь вот ход Е3 такой. Вообще, когда я первый раз увидел, не лез еще в базу, не смотрел сыгранные партии. Мне показалось, что это? Что слон АЦ1 делает? То есть, как так можно играть? Это точно там... Точно играет шахматист с рейтингом 2763. То есть, без чернопольного слона такая стратегия постановки пешек достаточно здравая. Но со слоном не часто такое увидишь. Однако, конечно, не все так просто. Рихард уже так играл, причем он побеждал. И вот в чем идея, конечно, хорошо, в чем идея белых. Хорошо показывает его партия против шахматиста по фамилии Конана. Германия 2019 года. С ним пошли король А8, какой-то беззаботный ход. Он пошел конь Д3. Идея белых так надавить на пешку Е5, чтобы заставить черных съесть на Д4. И после ЕД у белых будет уже слон развит. То есть, ЕД-ЕД. Слон Е6, H4. H4 такой ход, фиксирующий черные поля. Потом конь попал на Е5. Ну, здесь все так вообще как по маслу зашло. У белых все очень комфортно, все очень красиво. Ну, и белые реализовали свой могучий такой огромный позиционный перевес. Ну, посмотрите на эту позицию. Посмотрите на фигуру белых и фигуру черных. Но с Накамурой такое не прошло. Во-первых, он подготовился. Он сделал ход Б6. Ход сильный. Конь Д3, ладья Е8, защищая пешку Е5. Ну, вот здесь вот белые не хотят бить на Е5, потому что тогда слон так и останется на С1. Делается ход ладья Е1. Мне показалось, может быть, чуть-чуть посильнее ферзь С2 с последующим ладья Д1. Но это сложный вопрос. Тут у черных тоже похожая идея, как в партии они могут слон А6 пойти и взять на Д3 неожиданно. Это чтобы немножко снизить давление на пешку Е5. Ладья Е1 делают. Ход слон А6 и слон А3. Ход мне показался... Ну, он вообще выглядит неплохо. Напали на пешку. Слону на Ж2 действительно делать нечего. Ну, вот этот ход очень часто попадает под движение черной пешки, под идею, которую, видимо, Накамура и готовил к партии. И ход на слон А3 оказывается не совсем удачный. Слом бьет Д3. Неожиданный такой размен. Но, как я уже говорил, идет борьба за то, чтобы сохранить пешку Е5 черным. И ни в коем случае не меняться на поле Д4. Если они поменяются, тогда выйдет слон с С1. И получится то, что я вам уже показал, как рапорт уже демонстрировал в партии. С менее искушенным соперником. Ферзь бьет Д3, ферзь Д7. Да, преимущество двух слонов. Ну, разве можно об этом говорить, когда у черных конь стоит на Е4, а у белых стоит слон на С1. Но вообще слон даже... Его трудно назвать слоном. Например, на ход Б3 последует ход Ж5. Вот тут слон на А3 немножко неудачно стоит. Слон Ж2, Ж4. Давят черные здесь. И прямо у них здесь хороший перевес. Ну, посмотрите, все по центру стоит. Возможно, правильно был ход конь Д2. Хоть оправдывал идею. Но после взятия на Е4 черные везде возьмут пешкой Д. И у них будет нормальная позиция. То есть за перевес уже белые, конечно, не борются. Вадя Д1 последовал ход. Ну, где-то угрожает ход ДЕ. Поэтому черные пошли вадя АД8. И раппорт пытается как-то завязать игру. Не дать черным успеть пойти Ж5. И делает ход Б4. То есть нападает на Б5, чтобы взять потом на Е5. Ферзь Е6. Ну, вот такая вот ловушку небольшую покажу. Если здесь взять на Ф2. Такой тактический удар нанести. Потом попытаться отыграть. То Ферзь уйдет. И вот тут слон наш 3 наш скажется. И висит пешка сюда. Ферзь висит. И тут, может быть, 1-1. И тайбрейк мы его увидели. Но нет. Ферзь Е6. Очень крепкий и сильный ход. А от Накамуры. Б5. Конь А5. ДЕ слон бьет Е5. Конь Д4. Ферзь уходит с темпом. Ну, тут идею я покажу. Вроде висит пешка. Но ферзь напал на слона. Она висит пешка. Но у нас ход слон бьет Ф5. Американский гроссмейстер наметил удар. Конь бьет Ф2. Вообще, есть такой известный штамп комментаторский. В таких позициях комбинация, естественно, как улыбка младенца. То есть ход. Конь бьет Ф2. Здесь, конечно, уже давно напрашивался. На король бьет Ф2. Следует. Ферзь бьет Х2. Король Ф1. И ладья Ф8. Ну, и позиция белых здесь безнадежна. Ушел рапорт слон G2. Так, слон ничего здесь и не добился. А4. Но вот здесь вот Накамор сделал такой ход. Знаете, мне кажется, исходящий из турнирной ситуации. Слон бьет D4. Такой ход, который, видимо, не сильнейший здесь. Но выиграть после этого белым очень тяжело. А я напомню, что рапорту по турниру нужно обязательно побеждать. Потому что он первую партию проиграл. И здесь рапорт, мне кажется, запускает неточность. Конечно, после ЕД больше было шансов. Слон выходил бы на Ф4. Ну, наверное, здесь как-то конь С4. Ладья А2. Можно потом перевести ладьи на линии Е. Черные тоже там поставят ладьи по линии Е. Выиграть будет очень тяжело. Но как-то можно поиграть тут с этими слонами. Конечно, кони очень сильные. Ничего нельзя поделать. Ну, последовало... А, и, кстати, на ход G5 я так проверил. Если черные здесь дальше атакуют. На ход G5 последует F3. Конь D6, F4. Здесь двойной удар. Висит эта пешка. И висит пешка G5. То есть можно что-то зевнуть бы в Накаморе. Ну, ладно. Значит, последовало CD. C5. C5, да, сильный ход. В этом идея, собственно, Хикару. Bc, Fc6, слон D2 и конь C4. Кони встали на идеальные поля. Они здесь сильнее слонов. Ну, во всяком случае, точно не слабее. И, по сути, здесь у Накаморе образовался такой типичный перевес. Вот он делает ход G5. И в позиции с преимуществом американский гроссмейстер решил предложить ничью. Подумал-подумал здесь рапорт и решил, что терять рейтинг, наверное, не очень. Не очень правильно будет, потому что играть черным здесь, конечно, намного проще. И позиции белых довольно безрадостно. Итак, побеждает Хикару Накамура. Выходит в финал, где его ждет Ливон Ранян. Такое интересное дерби американских гроссмейстеров. Будем с интересом наблюдать. И всем советую. А на сегодня все. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok